Рождение Иисуса Христа От Луки 1 глава 44 стиха 53 говорится о реакции Марии. Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершилось сказанное ей от Господа. И сказала Мария, величит душа моя Господа. И возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем. И Мария называет Бога Иисуса Спасителем. Что презрел Он на смирение рабыть Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды. Что сотворил Мне величие, сильное и святое имя Его. Дальше вы можете читать самостоятельно. Мария согласилась в полном согласии с тем, что Иисус должен родиться через нее. Второй человек, который согласился, это Иосиф. Не сразу. Иосиф сначала осторожничал. Не сразу согласился. Он должен участвовать в безопасности и воспитании Иисуса Христа, но не сразу согласился. Вы представляете? Читаем Матфея 1 глава 19 по 25 стих. Иосиф же муж ее. То есть Мария объяснила ему, что произошло. Дух Божий на меня сошел. Я беременна. А он не поверил. Иосиф же муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Уметь ввиду разводиться. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней, есть от Духа Святого. Родит же сына, наречущее ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все все произошло, да будет заречено Господом через пророка, который говорит, Съедева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит с нами Бог. Вот остальное, он проснулся от сна, он поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Вот, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. В любом деле, когда что-то должно осуществляться, те, через кого Бог делает, должны в это поверить. Беда, когда тому, кому поручают, не верят. По той причине, что весь мир будет реагировать не одинаково. Но нужен человек, который будет держать стержень всегда. Пока люди обсуждают дело, кто-то должен ярко стержень показать. Почему я в восторге от стержня, который показал Мария и Иосиф. Одна из главных бед в этом мире, это потому, что Бог кому-то поручает. Даже люди поверили вокруг, а самые, кому поручили, не очень-то поверили. Дело разваливается. Не потому, что никто не верит, а потому, что главная влияющая вера и принятие, это вера тех, кому Бог поручает. Вы еще со мной, да? Церковь в победу, например. Вы поверили, много из вас, слава Богу, пришли, сомневались. Некоторые пришли на время, потом ушли. Некоторые сейчас еще есть, собираются уходить в следующем году. Некоторые еще есть, через три года уйдут. И тому подобное. Но для того, чтобы церковь была, надо было, чтобы господин пастор Генри Мадава держал стержень все эти годы. Пока люди обсуждают, что такое церковь победа. Если бы не было в рядах стержень, и вас бы не было уже. И те, которые пришли во время нашего рождественского фестиваля, не пришли бы. Кто-то должен всегда держать стержень. И в этом случае это была Мария и Иосиф. Пастор Генри, скажи мне, пожалуйста, что тебе сказать? Вот я верю, что Бог через меня хочет делать это, это, это. Состоится или нет? Не знаю. Но я могу точно сказать, если с тобой побеседовать. Моя семья состоится? Не знаю. Но могу точно сказать, с тобой побеседовать. Моя компания? Не знаю. Но могу предсказать, с тобой поговорить. А что вы хотите у меня спрашивать? А ты веришь в свою семью? А ты веришь в свою компанию? А ты веришь в свое призвание? А ты веришь? Или ты делаешь... Мы потом увидим реакцию разных людей. Но когда порученному не верить, дело быстрее всего развалится. Поэтому, замерите, часто, когда враг хочет остановить дело, он хочет убить тому, кому поручили. Потому что, если он уберет эту стержень, пока не появились крепкие другие стержни, он может уничтожить. Если Бог тебе поручил, отдай свое все. Отдай свой 100%. Отдай свое знание. Отдай свои эмоции. Отдай свою душу. Отдай свое все. Но на этой земле ничего никогда не состоится, если мы не вкладываемся на 100%. И, к сожалению, многие люди, Бог им поручает что-то, и они вкладываются на 50%. На 20%. На 30%. И не получится ничего. Потому что на земном шаре есть такое правило. Все, что ты делаешь, делай всей душой. Всем сердцем. Это имеется в виду на 100%. Отдай свое все. Вот поэтому многие люди никогда не видели победу, прорыв огромный в жизни. Они не верят в собственных проектах. Да, они в них двигаются, они о них говорят. Но судя по тому, что они делают, они не верят 100%. Вот, Мария и Иосиф, молодцы. Мария, ну, женщина. От нее требуется немного согласия. Сустры, вы поняли, что от вас много не требуется? Всего-навсего согласия. Скажите, я согласен. Но порой это согласие добиться, оно стоит много. Но молодец, Мария. Притом, Бог гениален. Он не Иосиф сначала сказал, потому что Мария быстрее всего протестовала бы, что Иосиф, ты выдумал, ведь Бог мог не Марии первой сказать, а Иосифу. Что Иосиф, твоя жена забеременна, это Духа Святого. И Иосиф бы пришел и сказал Марии. Бог подумал, если я так сделаю, она будет спорить с ним, не соглашаться с ним. Я лучше сначала ей скажу. Потому что, когда Бог заговорил с Иосифом, он-то не протестовал. А что ему мешал сразу, ему, а не ей сразу. А сначала ему. Он мог бы это делать, но он это не сделал. Он сначала ей. Потому что ей-то рожат. Бог, наверное, я так думаю, планировал. Если вдруг Иосиф откажется, все равно родите. Потому что она была в этом случае в рождении главнодействующей. Но Бог знал Иосифа. Заметите, Мария согласилась. Скажите, согласен. Есть вещи в нашей жизни, которые Бог от нас просит одно. Согласись. Остальное я сделаю. Но что Мария сделала, чтобы родился Иисусом? Родился Иисусом. Ничего. Согласие только. В какой момент Иисус оказался во чреве, она не знает. Она просто обнаружила, что меняется реакция ее тела. Когда это произошло? Днем, ночью, вечером. Она не знает. Как Иисус рос и внутрь, не знает. От нее согласие. Скажите, согласие. Есть вещи, которые Бог сделает в нашей жизни, которые самое лучшее, что мы можем делать, это согласие. И притом Мария, когда согласилась, она не молчала. Она что-то сказала. Согласие не означает просто умственно. Она словами. Она говорила. Она согласилась. Молодец, Мария. Иисус вначале был скептический. Почему? Мужчина. Но, вы понимаете, мужчина, он не так легко верит всему. Это же поэтому и в церкви больше женщин. Не только в Украине больше женщин в церкви. Во всем мире. Потому что, пока мужчина дойдет, ему уже 80 лет, поверью, умер через 3 года. И в церкви не очень долго побыл. Но главное, чтобы вот этот скептицизм не помешал тебе. Иосиф известен в истории как папа, который воспитывал Иисуса. Он мог бы лишиться этого. И вот Иосиф, он согласился. Он послушался. Я не думаю, что его эмоции, в отличие от Марии, у Марии эмоции были в восторге. Он возрадовался духом. Иосиф не в радости, но в послушании. Скажите, послушанием. Послушание не всегда означает, что у вас при тебя восторг в душе. Не всегда. Иосиф послушался. Восторжен внутри. Не. Эйфория от него. Не. Согласился. Да. Сделал. Да. Особенно для женщин это тяжело. Ну, для мужчин можно. Но женщинам вам сообщаю. Реакция Марии подходит для мужчины тоже. И реакция Иосифа подходит для женщин тоже. Согласяюсь, хотя я не в восторге. Иосиф соглашается, что это значит общество. Иосиф, ты берешь жену, которая, Бог мне сказал, прячется за Богом. Ты решил лицо свое спасать, прятаться за Богом. Вы представляете, что он слышал в обществе? Мария, ты спрятала свою Елизавета полгода. А с чем Иосиф столкнулся полгода? Пока Марии не было. Но он выдержал. Братья, скажите, мужчине все выдерживают. Еще раз скажите, мужчина все выдерживает. Я однажды пытался консультировать одну женщину в нашей церкви. Я ей задал вопрос, и она рядает полчаса. Задаю еще один вопрос, рядает полчаса. И потом я понял. Мне кажется, не я консультант ей. Потому что мне начали показаться, что она сумасшедшая. На самом деле она не сумасшедшая. Но для меня, моего восприятия, эти полчасовые рядания, то есть, я потом ее спрашивал, скажи мне, один плюс один, это что? Два полчаса рядала опять. Потому что я хотел проверить, вообще она нормальная или нет. Да. Потому что в моем мире это называется реакция сумасшедшего. Да, сумасшедшего. Я хотел понять. Я имею дело с пациентом, с человеком, с обиженной. Вот мне надо было понять. Мне кажется, я вышел оттуда, отправил ее домой, дал ей чай. И мне кажется, я остался с понятием, мне кажется, пациент. Но были секунды трезвости. Три, там, пять секунд. А потом 30-30 минут потерянности. Когда эмоции тебя настолько берут, что ты теряешь себя, это ненормально. Я всегда советую людям, если у твоей жизни когда-то было удары душевные, и твои эмоции взяли вверх настолько, что ты себя не мог контролировать, рекомендую, это мое мнение, которое не обязательно делать, рекомендую идти к врачу. Потому что такие реакции, они свойственны с определенными дефектами психики, которые может потом дать о себе знать позже. Это можно не принять, но по моему опыту, работе с людьми в этой церкви за все годы и вне церкви победы, это из всех случаев стопроцентно подтвердится. С Рождеством Христовым. Иосиф молодец, Мария молодец, Елисавета молодец. Три личности, которые Бог поручил сохранить эту беременность. Три. Слава Богу за таких людей. Побольше быть таких в церкви победа. Скажите Амин. Пять разных реакций. Реакция номер один. Евангелие от Люки, 2 глава 6 стиха по 17. Я не все буду читать, я буду выборочно. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, испеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристали им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Короче, родился в городе Давидово спаситель. Дальше. И вот вам знак найдете, младенца в пеленах, лежащего в яслах. Внезапно явился ангелий многочисленный, с ангелем многочисленного воинства небесного, славящего Господа. И вот они говорили, слава Вышней Богу. Когда ангелы отошли от них, на небо пастухи сказали друг друга, пойдем в Эфиле и посмотрим, что там случилось, о чем известил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, Иосифа и младенца, лежащего в яслах. Увидев, рассказали о том, что было возвещено им о младенце, съемку. И все слышащие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. Первая реакция, которая такая же, как бывает, как наша реакция к Господу Иисусу сегодня, это была реакция пастухов. Это самая хорошая реакция, одна из лучших. Заметите, чтобы вы поняли, 400 лет Бог не говорил с Израилем. Первый раз Бог заговорил Израилю через Иоанна Крестителя. А в это время Иоанн Креститель ему, вы помните, что Мария была, то есть Елизавета была 6 месяцев беременность, когда Мария зачала, значит, еще 3 месяца, и родила. Значит, Мария еще 6 месяцев после рождения Иоанна ходила. Когда Мария родила, Иоанну было всего 6 месяцев. Он еще в пустыне не ходит. То есть, время молчания, Бог не говорит Израилю, Бог ни с кем не общается, еще длился. Первые люди, которые соприкоснулись с Богом после 400-летнего молчания, это они. Но они не с Богом напрямую, в принципе, все равно забавно. Если 400 лет Бог не говорил, это одно поколение, второе, третье, четвертое, это уже в ДНК. Бог не говорит, Бог нереален, это уже вошло. Это становится нормой. и поэтому я тем более в восторге от пастухов, что они поверили. Быстрее своих обвиняли, что они видели призраки. Физику вы изучали когда-нибудь? Рефракция. Вы такое помните? Нет? Рефракция. Вы помните, что вы в школе, это школьная программа, по-моему, рефракция, что можно смотреть на гору и видеть деревню сверху гори. Не потому, что сверху гори деревня, а принцип рефракции, да? Воздух, да? Изменение температуры воздуху и делать, чтобы лучи, да, от деревни, которые на другой стороне были видны, как будто деревня в воздухе. Но я не для вас это говорю, но все равно говорю. Потому что вдруг слушает какой-то человек где-то. Быстрее их обвинили, что вот вы просто науку не знаете, вы пастухи. Вы посмотрели и что вы видели? Человек в сияющей одежде. Ну да, это же называется рефракция, это же физика элементарная. А там была песня ангелов. Да, в том деревне у них был праздник, да? У них была свадьба, и они пели песни, радовались. Это то, что вы видели. Могли им это говорить. Зачем я это говорю? Все, что связано с Богом, найдут причину, чтобы тебе сказать, что это неправда, нереально. Это помни всегда. Не привязывайся слишком к умным людям, потому что если они твои кумири, они заберут у тебя веру. Важно иметь правильнее кумири, потому что они правильнее кумири, они скажут против Бога, и тебе придется отказаться. Психологическое давление и влияние почему-то порой сильнее действует, чем духовное иногда. Это я вам рассказывал, да? Вы знаете, как я люблю проповедовать уверенно, правда же? Саша, что ты скажешь? Я уверенно проповедую? Почему левой рукой не уверен? Нет, это уже по моей просьбе. Если уверен, то было сразу право, а ты левой рукой. вообще невоспитание дяди 20 века, уже 21 века. Но когда моя мама села напротив меня, я помазан столько же, те же откровения, все тоже, но психологическое давление. поэтому один из лучших методов проверить твою веру, это пригласить твоего бывшего парня из мира, чтобы он сел напротив. Если ты будешь давший говорить, значит ты наш. Ладно, давайте забудем бывший и бывший. У нас Рождество. Пусть придет тот директор, который ты очень уважаешь, от которого зависит 90% твоих доходов. Так со мной произошло на крещатик. Я стою, проповедовал, я вообще такой смелчак, открывая глаза, декан из университета. Но Бог меня помиловал, я его увидел, когда я сказал амин. И то я так испугался, но главный проповед уже закончен. декан мне помог преодолеть страх. Потому что когда я вернулся в институт, он ко мне подошел и сказал, так хорошо говорил, а я всегда сомневался, что я умею говорить. Когда он подтвердил, почему-то его подтверждение было для меня важнее, чем подтверждение бабушек, которые там были на крещатике. Поэтому заметьте, пастухи, первое, что с ними произошло, ангел появился, слава Божьей, осияли небесный хор, это то, о чем мы до сих пор хотим. Скажите, Господь Бог, мы хотим видеть ангелов, небесный хор, скажи, и небесное сияние. Мы это хотим, мы хотим вводить до полнотю, мы его жаждем, мы желаем это. Если пастухи без Иисуса это имели, почему бы нам тоже, уже будучи во Христе Иисусе. Давайте в этом году откроемся для ангелов, чтобы они появлялись, они говорили, приносили информацию, встречали, защищали, охраняли, помогали, во имя Иисуса. Мы хотим слышать пение ангелское. Мы хотим, чтобы была информация через ангелов. скажите Аминь. Следующий раз вы увидите меня на сцене, будьте осторожны, вдруг не я. А, ангел пришел, а я еще в комнате, меня гримерюют еще. И сейчас даже вы не уверены, кто на сцене, может, это не я. Может, это ангел, меня, пастор Генрих гримирует в комнате еще. Второе, они поверили информацию, скажите информацию. Нет ничего, кроме информации. Да, есть люди, кому Бог даст больше подтверждений. Но такие люди не всегда он делает много, Бог, через них. Но блаженые люди, это те, которые поверили, но не увидели. Скажите, поверили, но не увидели. Поэтому самые первые евангелисти, которые Бог нашел, это те, которые поверили. И поэтому, когда пастор проповедует, есть группа людей, которые верят. Другие потом через три месяца тоже дойдут. Но вот первая группа, это всегда тех людей, кого Бог прежде всего использует. Смотрите, они поверили информацию и решили пойти. Вера это действие. Скажите со мной, вера это действие. Еще раз. Если бы пастухи поверили, но остались там, это не считается, что они поверили. и Господь благословил дел веры твоей. Так написано в Библии или нет? Что Он благословит? Господь благословил дел рук твоих действия. Бог не признает вера, которая это просто разговор. Господь, ты знаешь, я тебе верю. Не зафиксировано на небо. Когда фиксируется, когда ты встанешь и сделаешь. Господь, я каюсь еще раз. Не фиксируется на небе. Когда твое покаяние принимается, когда ты начнешь действие в положенную сторону. Вот это принимается. Многие люди думают, что покаялись, думают, что поверили, но пока нету действия, не с чем Бог работать. Пастухи, они сказали, пойдем, скажите, пойдем. Я вас не слышу, что они сказали. Они могли бы собрать и сказать, ура, родился Иисус, выпьем. И толку от этого. вот многие христиане сегодня, они христиан слов, которые не имеют действия. Притом, замерите, даже если у тебя нет эмоциональной сопровождающей твоей веры, ты веришь и делаешь. Бог это будет считать как вера. в этом году делай, делай и делай. Мы говорим так, все, что мы делали правильно, хорошо и правильно будем делать больше, лучше, чаще, быстрее, дальше. Действия для Бога возни. не слезы, а действия. Женщина сидит, плачет, полчаса кается в чем-то, но не меняет ничего. Эти слезы не зарегистрированы нигде. Ну, зарегистрированы, мучаются. От этого Иисус неравнодушен, но перемены нету, нету действия, нету ничего. Что мне нравится эти пастухи, написано, они сказали пойдем. Первое это решение их. Но заметьте решение в чем? У них есть определенная атмосфера между собою. Осторожно, с кем ты дружишь, потому что с кем ты дружишь, создастся так называемый пойдем. это не один главарь там сказал, так слушайте, пойдем, хочешь, не хочешь, вот палка, кто не пойдет, побьет. Нет, сказали пойдем. Значит, атмосфера, скажите, атмосфера, атмосфера между ними, позволяющая правильное общее решение. это же поэтому разговаривал с одним человеком колется, да, потом освободился. Потом вместе с бывшим наркоманом встретились и начали колоться вдвоем. Так и начинается взаимоконтрол друг к другу. Если я уйду, а он останется, а он еще в падении называемый, так, он пойдет расскажет обо мне. И начинает они друг друга контролировать. Но если появится у них, у обоих чувство, нам нужно уйти от наркотиков. Пойдем избавимся. Скажите, пойдем. Вот это тоже называется ярмо. Есть плохие ярмо, а есть хорошие. Их объединяет хорошее. они сказали, пойдем. 2020. Какую дружбу мне хранит пастор Генри? Очень просто. Храни ту дружбу, которая имеет атмосферу. Верим Слову Божьему. Пойдем сделаем волю Божию. Сделаем то, что Бог сказал. Остальные отношения разрушь. Они тебе не нужны. Но если не разрушишь их, не переживай. Бог разрушит их сам. Скажите, пойдем. Это моя мечта, чтобы в церкви победы была такая атмосфера. Пойдем. Достигнем. Выполним. Киев достигнем. Украину. Европу. Наши поколения. Европа и Азия. Ближний Восток. Пойдем. Скажите, пойдем. Построим. Неемия это использовал. Неемия он не начал восстанавливать стены Иерусалима, пока в Иерусалиме не появился вот эта атмосфера. Пойдем построим. Только тогда он сделал. И тогда противные ветры внутренние не были. А когда нету пойдем всегда появится разные ветры внутренние которые мешают. Скажите пойдем. Вы сказали пойдемте да? Хорошо пусть будет пойдемте. Не забудьте Бог не благословляет желания просто Бог не благословляет мысли Бог не благословляет слова Бог благословляет действия. Скажите действия. Это важно. Вот у них есть определенный элемент любопытства. Пойдем посмотрим. как это пропускать? Посмотрим любопытство. Мне нравится что уровень этих пастухов они все на одинаковом уровне. Я вам скажу это рай на земле быть среди людей с которым не на зло. Есть люди которые обманывают вместе с тобою это не рай на земле. Он может рай для души но не рай небес но есть люди с которыми тебе комфортно. Почему? Вместе пьем. Вместе врем. Конечно понятно тебе приятно но это не рай на земле. Это разрушение на земле. А эта атмосфера это люди которые на одном уровне в решении в мыслях в правильное направление. скажите в правильное а что делали когда вот в жизни всегда нужно принимать решение иду правильное или нет этот друг куда меня ведет а этот а этот а этот и убрать все что ведет тебя не туда и сохранить то что тебя ведет в правильное что он будет скажите амин пастухи пришли и знаете что мне нравится они были первыми евангелистами они пришли к Марии и начали рассказывать все что ангел им говорил и что они видели и слава Божия и хор Мария получила еще больше подтверждения скажите моя вера мое согласие поможет кому-то подтвердиться еще больше скажите мое неверие и неправильное действие поможет кому-то разрушиться и сомневаться а я же я же не верю но никому не сказал не важно удивительно что Дух Божий знает поэтому через тебя не может работать когда внутри тебя не верю пастухи молодцы ой не разобью надо это вот те которые я хотел бы чтобы они были сидели в первых трех рядах тут можно я переименую все сидят в первых трех рядах пастухами я не буду у вас лица не похожи на пастухи группа номер два реакция вторая от люки 2 18 и все слышав и все слышавшие дивились тому что рассказывали им пастухи группа номер два называется все слушавшие историю это группа номер два пастухи пришли они так рассказывают вы когда слышали как женщины разговаривают между собой даже по радио пять женщин говорят одновременно я радио иногда выключаю из-за этого я чуть не ударил свое радио в машине я хочу слушать вроде бы умные вещи говорят я говорю но слава богу эти женщины умные вещи говорят ну можно ли не одновременно по очереди я хочу слушать что же вы говорит но что интересно женщины друг друга понимают а мы потом а что они хотели сказать женщины когда вы рассказывали вы говорите да и там мужчины сидят по одному говорите или если вы одна говорите одну историю заканчиваете потом начинаете вторую не надо три истории сразу мы не поймем а вот потом с мамой разговаривали ты понимаешь дело в том что в детстве при чем детство при чем мама вчера ты можешь одну историю закончить потом детство потом это что нельзя разве или нельзя ну ладно пациенты или трезвенькие поэтому поэтому но пастухи это мужчины они рассказывали они рассказывали они все подробно ангел пришел сияние слава божия ангели пели на небо воинство господнее они рассказывают рассказывают и наверное эти слушающие смотрите на их реакцию написано 18 стих еще раз покажите и все слушавшие дивились они вау ух ты ничего себе вот это да трудно даже поверить и вопрос у меня к вам что они делали с этим сделали с этим ничего дивились да коснулось их да интересно да что-то сделали нет очень похоже на некоторые люди в церкви победа они слушают проповеди они скажут вау ух ты пастор так хорошо проповеду я принял решение в этом году я хочу по-другому аллилуйя даже поплакали падали под силой божьей и что с этим сделали ничего что ждут эти слушавшие из рассказа они ждут следующую историю они коллекционеры интересных историй я а в церкви победа ждут следующую проповедь ждут следующую конференцию ждут следующего помазанника ждут следующего передачи помазанной ждут следующего пророка следующего, следующего вечно ждут. Вот эти вечно ждущие. А почему вы думали, что я не знаю? Прямо-прямо. Ладно, спасибо за помощь. Это ваш подарок на Новый год и Рождество. Спасибо. И все ждущие. Как ни странно, это становится образом жизни навсегда. Они любят интересные истории, интересные проповеди, интересные помазки, интересные рассказы. Они все знают, кто как проповедует, какие примеры где были сказаны. Как Библия называется, учатся, но никогда не научатся. Всегда ищут самые... Даже Павел с таким столкнулся в Ефесе. Они каждый день, в Ефесе, по-моему, или где-то, я не помню. Они каждый день слышали новую историю. собирались в центре города слушать новую историю. Но ничего с этими историями. у них даже было как рынок целый. На одном жертвеннике было Богу неизведанным, или как там называться. То есть было целие Бога. Расскажи о твоем Боге. Уа-ха-ха. Вот это да. Ладно. А твой Бог? Мой дом Богу, он Богу грома. Ху-ху-ху-ху. Ладно. А твой? Мой Бог, он Бог любви. Уа, расскажи, что сегодня 8 марта. И получается, они вот ходят, собирают информацию. И толку от них надо. Варьера, когда однажды Бог мне проговорил, что Генри, если все откровения, как я тебе дал, ты применял их, ты представляешь, что было бы с твоей жизнью. Я говорю, я даже боюсь представлять. Потому что сразу чувство вины придет. Ты так много мне открываешь? Да. Лучше. Это я слышал историю одного господина. Я в последнее время его чуть-чуть послушал. Стив Гави. Стив Гави. Многие знают его, потому что он дал неправильно мисс мира не той девочке. Выиграла мисс из Колумбии, а он дал другое. Вот. А Стив Гави, он рассказывал, как это произошло. Он говорит, я пришел к Богу и молился. Господь, расширь меня в этом году. Я хочу множить свой бизнес сто раз. Он говорит, я не знал, что он таким образом сделает. это была его молитва, он даже попостылся один день. Стив Гави, он комик, его лицо само смешное, только лицо, ничего еще не сказал. Я смотрю на его лицо и уже смеюсь. И он говорит, я стою на сцене, у него же наушники, как это, вот этот, ему дают информацию. Ему говорят, победил, мисс мира, такая-то. Ему сообщают, это не он решает. И он должен повторить. И он говорит, победил, победила, мисс мира, какая-то. И он подходит, выручает. И он слышит в наушнике, ой, мы ошиблись. А люди это не знают. И они говорят, слушай, Стив, ты так оставь, а мы будем извиняться на телеканалах в новости, чтобы это мы исправили. А Стив Хави, он настоящий верующий. Настоящий. Теперь он говорит, я решил, без их согласия, не могу оставить, написано в Библии, неровнее, не могу. Говорит, без их разрешения, я взял микрофон, это все, что в мире увидел. Они не слышали вот этот разговор, и он говорит, я прошу вражения, я ошибся. На самом деле, мисс мира, это мисс Колумбия. и он вручил правила. И он говорит, на следующий день, он посчитал, 96 стран имели его фотографию на первой странице. И он говорит, от этих фотографий его бизнес умножилось не в 100 раз, а в 250 раз. Это была не его ошибка, но весь мир его увидел. Он говорит, даже мисс Колумбия была на его программе на следующий день уже. Он говорит, я сказал Богу, в следующий раз, Господь, когда хочешь умножить мой бизнес, таким образом предупреди меня, чтобы я как-то душевно подготовился. Кто из вас молился, чтобы Бог тебя расширил? Боже, попросить или нет? Любой вариант. Ну ладно, Стив Хави, он говорит, в жизни у меня проблема с памятью у него. Говорит, но я выучу пять местописаний из Библии, пять. Говорит, пять, я их выучил и всех использую. вот я видел людей, которые знают десять тысяч местописаний и ни одно не используют. Разница не в том, что ты знаешь, а разница в том, что ты сделал с тем, что ты знаешь. Эти слушали, дивились. в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Одни заговорили на них языках, а вторые дивились и насмехались. Оказывается, это норма. Всегда будет группа людей, которые дивились, даже насмехались, или дивились, не насмехались, но ничего с этим не сделали. Не будь одним из них. Найди тетрадку твою конспектов девятнадцатого года, повтори и начинай применять в жизни все. Иначе зачем ты конспектировал? Иначе зачем ты покупал проповеди? Но если ты начнешь применять явный рост, изменение улучения будет на глазах у тебя и у других. И ты в шоке, все в шоке, но зато во благо. Скажи даме. Реакция номер три. Рождество Иисуса. Реакция на рождение Господа Иисуса. Оказывается, оно было разно разно брать разно плановое, разно эмоциональное, разно векторное, разное динамичное, разное во всем. Реакция номер три. Матфея вторая глава с первого стиха второй девяти по двенадцать. «Когда Иисус родился в Эфилиеме иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Девятый стих. «Они, выслушав царя, пошли и все звезды, которые видели они, на востоке шли перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матери его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дари, золото, ладань и смерть. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Эти люди, называемые мудрецы или волхвы, это очень богатые люди, это очень влиятельные люди, даже они политические деятели, но они с одной стороны, на свою страну. Кто-то предполагает, что кто-то из них был королем милицарем, кто-то министр чего-то, кто-то военачалник может быть. Может, они были торгаши, торгаши это хороший человек? Ладно, не торгаши они были, а торговец хороший, то есть торгаши плохие, а торговцы хорошие. Все. А я все годы думал, что вы все торгаши. Кажется, вы торговцы. Я никогда не говорил, но думал. Ладно. Они были торговцами, но не торгаши, не торгашами. Смотрите. Первое. Они же пришли, что весь Иерусалим Иерусалим востревожил. иерусалим. Иерусалим царь, значит, у них была армия большая. Почему Иерусалим их не выгнал в стране? Они были сильнее него. Сопровождающая армия, значит, осталась армия дома еще, чтобы страну хранить. и сопровождающая была сильнее, чем Ирод, что он даже с ними не стал воевать. Мощные люди. Оказывается, Иисус пришел на землю не только для бабушек в селе. Он царь, наивысший царь. В день рождения Иисус Богу решил, что все должны участвовать. Это влиятельные люди. Бизнесмен, политик, влиятельные люди. Они поняли, что Иисус их приоритет. Что мне нравится, они узнали о рождении Иисуса не от ангелов. Пастухи от ангелов, да. А они нет. Они от звезды. Они что-то изучали, что-то читали, что-то там расследовали. Первый вывод. Бог с ними имел дело. Мы не знаем, у нас нет информации, как с ним Бог имел дело, но они пришли искать Мессию. Они не израильтянам. Они не израильтянам. Значит, оказывается, Бог имел дело с другими народами, кроме израильтянам. На их уровне они имели обещание о звезде. Его нет в Писании, потому что в Писании это Бог с израильтянами. Но этот народ, далекий, тоже ждали Мессию. Библия – это история взаимоотношения Бога и евреев, и всех, кто около них. Но это не значит, что Бог не имел дела с другими народами. Он не имел. Сколько раз было такое, что в Израиле Бог приходит, какой-то царь в Авелийске, например, и говорит, меня Бог послал. Значит, Бог имел отношение с ним. Разговаривал даже с ним. Или ассирийский царь. Помните, израильский народ был избран, да. И поэтому их история в Библии. Если бы Бог дал информацию обо всех его отношениях, со всеми народами, то была бы не Библия, а миллион томов, которые нигде бы не были. Невозможно сохранить. Поэтому, когда ты приходишь в любой народ, вы найдете какие-то рассказы, похожие на Библию. Потому что на их уровне передалось от легенды в легенды. И вот поэтому кто-то сказал, написал книгу, называемую «Искупление культур». Что, когда ищешь в любой культуре, найдешь, что в этой культуре есть указатели на Иисуса всегда. Бог имел дело со всеми народами. Но представьте себе, Авраам, он воюет с царями какими-то. И выходит, и встречает Лев Хиседек. И пишется, и он был священником Всевышнего. Откуда он взялся? Он не еврей. Оказывается, у Бога было своим священником, который не входил в линию Авраама. Он настоящий священник. И Авраам понял, что это Божий священник. И дал ему десятину. И благословил его. Он только вышел с войны, первый плод отдал Мелхиседеку. Первым делом он его признал. Бог, когда ты его поднял, когда ты его воспитывал, когда ты его помазал, откуда он узнал, что он священник? Бог имел дела с другими народами. Но израильский народ был избран народ. Поэтому вы видите в Библии, Библия это история отношения Бога с Израилем. Два. По линии Мессии. Там, где Мессии нет, история рассказывается, 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 потом его оставляют. И продолжает по линии Мессии. Иуда, почему потом о Юде все время говорится. Потому что Мессия через него. Он не самый примерный, но через него Мессия. Поэтому через время все остальные народы забыть остается Иуда. Даже, скажем так, Иосиф молодец, но о нем рассказывается, рассказывается, потом закрывает. Он важен, он молодец, но через него Мессия не идет. Но Бог имел дело с Иосифом. но просто Мессия через Иуда. Кто-нибудь меня слышит? Поэтому, когда придем на небе, мы будем удивлены, что в раю не только израильский народ, а люди с разных народов, с которыми Бог имел дело, но не пишется в Библии, потому что нужно было образцовый народ, не образцов, в смысле они самые лучшие, а отношение Богом с личностью через одного народа, и мы это то, что мы знаем, но на самом деле Бог имел дело со многими. так, мудрецы через звезду Бог передавал и передавал информацию разным людям по-разному. Если Бог не говорил с тобой, как Он говорил с соседом, не переживай, Он будет говорить с тобою. второе, они преодолели длинный путь. О чем это говорит? О том, что они почитали этого младенца. Они с другой стороны. Это очень длинный путь. Говорят, возможно, там, где Ирак сегодня. Это очень длинный путь. их почтение настолько высокое, что они готовы преодолевать большой путь. Это ребенок. Что они получают от ребенка? Ничего. Какие-то благословения? Нет. Может быть. Но они идут от чистого своего почтения. Скажите, почтение говорит много. Еще раз скажите, почтение говорит громко. и скажите, непочтение говорит громко. Итог говорит громко. Итог. Они преодолели длинный путь. Они считали, что стоит того. Они были посвящены, что они готовы терпеть, лишь бы не пропускать Иисуса. Это сегодня, когда встречаешь людей в церкви непосвященные, не готовы преодолевать путь, не готовы жертву, не готовы. Почему? Легко слишком им досталось. Иногда порой в 21 веке вы знаете, как христианство стало придите будешь счастливым, придите будешь радостным, придите ты будешь навеки улыбаться. И мы потеряли реальный суд христианства. Пройдитесь по Новому Завету. Там прямо были счастливы каждый день, смеялись каждый день, золото на них падало каждый день. Нет, их отрубили голову, резали, сажали в тюрьмах и только способны ценить Бога. не ради чего-то, а потому что ты понял кто он, те будут до конца. Остальные сто процентов это не пророчество отпадут, потому что Бог не Дед Мороз. А что я получу, если я поверю, а что ты хочешь? Если Бог не даст мне деньги, мужа, дети, машину, дом, я не приду, ты мне скажи в казино, куда ты пойдешь, что казино даст тебе деньги, мужа, дом, машину. Нет, ну мужа может на две недели даст. И за год двадцать мужей, зато сердце в гребеске. И это то, что ты считаешь это круто, да, крутизна, отдыхаем, да. Вот это называется глупость из самых глубоких глупостей. Богу-то ты требуешь, чтобы он дал мне это, а почему ты не требуешь у казино? А почему ты не требуешь у ночного клуба? Почему ты не требуешь у того, у того, у того, у бара требуешь? Поэтому если я смотрю, что я получаю от бар, что я получаю от казино, что я получаю от ночного клуба, что я получаю от того, от того и от Бога, в крайней мере, даже если ничего не получу в церкви, я имею мир, я имею спасение, я имею жизнь вечную, я имею порядок, я по крайней мере человек. Но Бог не такой, Он еще и даст много чего, но я имею ввиду, если бы Он ничего не дал, но Он даст. Я не понимаю, я людей порой, пытаюсь понять, не получается. Ладно, мудрецы уважали Иисуса. Когда они увидели, где остановилась звезда, они возрадовались. Написано с великой радостью. Мне это нравится. Давайте посмотрим. Их щекочали кто-то? Нет. Они напились вино? Нет. А водки? Нет. А чего они радуются? Они что в театре? Нет. Потому что у вас, когда понятие радости, имеется ввиду, меня так возрадовали, что меня так сегодня прямо вообще. А кто же их радовал? Они возрадовались. Скажите решение. Почему они возрадовались? Они раз возрадовались, их радость была не искусственная, а настоящая. но она настоящая, исходя из их решения, что Иисус Бог на земле. Из-за их почтения они нашли причину радоваться, что нашли Его. если бы умоляли Иисуса, увидели бы и сказали, да, вот ради этого мы пришли. Вот ради этого не было бы радости. Радость пришла не искусственная, настоящая, из-за того, что они высоко ценили Иисуса. А чего я пришел в церковь, меня даже, вот я жду, когда меня начнут как-то. Никто тебя не начнет ничего. Ко мне зашли на прошлой неделе или две недели назад из Бреста из Беларуси. Две женщины, мама болеет, приехали поезд из Бреста сюда. они зашли ко мне, дочь и невестка. Они хотели, когда меня увидели, они сказали, слава Богу, мы вас видим, живем. Я говорю, да, а вы что, хотели мир тем? Если бы я знал, если бы я знал, я бы так не сказал. Они сказали, наша мама умирает, мы пришли, чтобы вы помолились. Я говорю, кто из вас дочь, я, я буду с дочерью соглашаться. И мы так помогали, они так рыдали, от счастья, плакали. Можно вас обнять? Они уехали обратно в свою страну, как мудрецы в Брест, в восторге. А я подумал, а как насчет победов всех, которые меня каждый день видят? Вот почему иногда привычка, скажите привычка, привычка притупляет, много чего. Привычки притупляют. Привычка притупляют проповеди, восприятие проповедей. Привычка притупляет очень много. Отношения между мужем и женой из-за привычки притупляются. Прославление привыка к этим песням притупляется реакция. Когда ты пришел первый раз, у тебя руки чуть не отрывались от тела вверх в покляние Бога. А сейчас Аллилуйя. Блажен человек, который не позволит своему сердцу притуплятся, что касается Божьего Слова, Божьего Духа и хождения с Богом. Скажи, да, аминь. мудрец мудрец принесли они поклонялись, падали впереди Иисуса. Боже, это же влиятель, это бизнесмены. Они пришли тут вообще на таких автомобилях того времени и падают. Оказывается, твоя важность сохраняется в Боге, вне Него. Вот так можешь исчезать. В Боге ты защищен, вне Него секундное дело. Сегодня ты наверху, завтра в тюрьме ноль и ничего не осталось. пастор Геннер, я слишком большой для христианства. Мне очень жалко тебе. Если слишком большой для христианства, то ты скоро будешь слишком маленький для христианства. Они падают. Это опять же почтение. Все время почтение. Все время. И они достали свои дари золота. Это золото мир. Это очень дорогие вещи. Когда они пошли потом в кафе или в ресторан у себя дома, их спрашивали, кому ты дал запас золота, младенцу? А какие дивиденди ты от этого? Как? Я просто подарил. Ты что своему уме? Да. Да. И я молюсь, чтобы в церкви появились такие бизнесмены. которые понимают, что когда я делаю для Бога, я сделаю самое высокое, что есть во вселенной. Проблема наша, мы не почитаем Бога как надо. И поэтому мы видим все, что мы делаем для Бога, как потеря времени, потеря ресурсов, потеря всего, не понимая, что ты приобретаешь больше всего. Время потрачено, делая дело Божие, ты приобрел. Поэтому Библия говорит, если ты потеряешь свою душу, ради него ты приобрел. А кто приобретет душу свою и от него отвернется, потерял. Мудрецы начали получили откровение об Иисусе через звезду, но позже Бог заговорил им. Они спят и ангел сказал. То есть если Бог говорит тебе одним путем, он может менять метод, как с тобой разговаривают. Первый раз через звезду, второй раз ангел пришел и предупредил их. Мудрецы не предали Иисуса. Потому что Ирод просил вернитесь ко мне, скажите мне, и я пойду поклонюсь. Когда Бог их предупредил, в отличие от Иуда и Скориот, не продали. Они были торговцы, но не торгаши. Я эту фразу сказал, вы меня не поняли раньше. Они его не продали. Пастор Генри, да. Когда человек пастор церкви, вот как ты, да. Что самое болное бывает для пасторов церкви? Самое неприятное или самое болное? Самое болное. Скажу вам сразу, что вам скажет любой пастор, самое болезненное это предательство. Больше не придумать. Самое самое болное. Там появляются все начали жалеть вообще, почему я этого человека в свое время выбрал для того, для того, чего я в свое время тратил, почему я столько вложился, столько тратил, душу свою, эмоции мои, деньги мои, время свое, предательство сокращает жизни пасторов больше всего. Вот поэтому многие люди отказываются от пасторства, становятся евангелистами. Евангелист взял на работу пять человек, непослушный, выгнал, взял еще пять. Он не решает ничего их жизни, поехали по всему миру, 10 проповедей повторяют их на всю жизнь, все люди видишь один раз и больше не видишь никого. И вопрос закрыт. И то бывает один из них предал, они плачут на пол, на год. Пастор Бен мне рассказывал сколько предательства, я посчитал сколько людей, он считал два или три. Керт и его брат. Мы были в Таиланде, провели Таиланде наполнен славой Божией, Кевин и Керт там были, полетели в Индонезию и Кевин исчез в Индонезию. Вернулся в Америку, побыли три месяца и Керт исчез без предупреждения. Он был главным, просто исчез. Выключил телефон, точка. Чауси Францис Хантер, мои друзья. Я их очень любил. И до спору с их дочерью общаюсь с Джоан. Вот когда было Рождество, она первая мне написала. Я целая неделю думал написать Джоан, написать Джоан, и она первая написала. Я сказал, ты победила, сестричка. Я планировал тебе написать. У них была ассистент, бабра. Когда была ассистент и секретаря, она была все. В то время они были в ссоре с дочерью, поэтому бабра была как дочь, как все. Она все в доме покупала, она в офисе, все, все, что связано с Хантерами было у нее. Однажды они проснулись, она не пришла на работу. Они позвонили, телефон выключен. Они позвонили мужу, телефон выключен. и она исчезла. И до их смерти она не вернулась. Когда я их видел, они пытались о ней рассказывать, Францис не могла, она плакала. Чаос более-менее. Предательство это самый большой удар для любого служителя. Поэтому пастырство оно тяжелое, особенно когда бывает предательство. По идее надо это принять легко, но мы же учимся поздно. Сначала мы принимаем близко к сердцу, а позже мы поймем, что надо было не так близко, но удар уже сделан. Ты не можешь быть служителем Божьим, если ты не умеешь справиться с предательством. Пастыр меня предали. Чем? Вот ты знаешь, я ненавижу вот эту компанию, и что? Мой сосед пошел работать для этой компании, предательство. Нет, это твое порочное, разбитое, испорченное, переполненное злом сердце. Это не считается. Это просто твое добровольное отдача дьяволу. Это не есть предательство. Это твое волное сердце. Переполнено злом. И это называешь предательство. Нет. Это как раз урок от Бога. Он пытается тебе помочь разуметь. Живите в любви. Мудрецы не вернулись к Ироду. И зато номер четыре. Матфей два три. По девятые. Услышав это, Ирод цар востревожился и весь Иерусалим с ним и собрав всех первосвященников и книжников народник. Спрашивала у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему Вифилия. Вот. И Ирод они сказали Вифилия ему он сказал пойдите проверите потом вернитесь и скажите мне и я тоже пойду поклонюсь ему. Реакция номер четыре. Ирод и весь народ востревожились. Эмоционально востревожились. То есть появление Иисуса мешало им. оно не в их планах. Не в их планах. То есть Иисус мешает им. Это как человек который разговаривал с одной сестрой. Муж пришел в церковь и она пришла с ним. Говорит вы понимаете я хожу в церковь но то как я хочу жить не совпадает с требованиями церкви. Хождение в церкви мешает мне насладиться тем образом жизни потому что я делаю но нет того восторга как я бы имел если бы я не ходил в церкви. Ирод востревожился. Второе он говорит идите найдите младенца потом придите расскажите мне я тоже пойду поклониться. Это называется хитрость. Скажите хитрость. Он имел вид хорошего а на самом деле он переполнен злом внутри. Он похож на людей в церкви которые хороший пиар делают. Ходят людям показывают какие же они ангелечки. Но если бы у нас было бы датчик проверять внутри мы было бы в шоке. И иногда я разговариваю с людьми о пастор ты знаешь я слышу вот такой такой человечек слушай он не такой что вы говорите. Потому что у меня есть такой привилегий знать больше чем тот пиар хитрости есть такие люди в церкви тоже он внутри кости мертвеца а снаружи хорошее пиар это то что я говорю нашим дочерним пастырям вы иногда знаете люди из десятилетной давности а сейчас они уже не таковы а я пастор я больше знаю спросите у меня и род когда мудрецы ушли и не вернулись гнев его начал увеличиваться увеличиваться значит интересно когда человек испорченный внутри дьявол найдет метод как умножить умножить зло дьявол не скажет пора уменьшить нет как только ты думаешь меняться дьявол найдет толчок новый толчок новый толчок новый чтобы увеличивалось больше и больше и больше и род реакция его была анти иисуса хотя он живет в стране где родился иисус похоже на людей которые ходят в церкви он начал воевать с иисусом хотя он в стране где родился иисус он мог бы войти в историю как царь который иисус родился и он нет он вошел врагом не сразу история была написана пока он живой был после он убил младенцев любой ценой и в результате вышел врагом иисуса пяти и последний вы еще можете послушать последний это первые священники и книжники когда Иерус спрашивал где должен родиться Христос они знали Вифлеем и когда они услышали информацию от мадрецов они знали теорию они в курсе где он должен родиться но когда они услышали они даже не пошли проверить не пошли утечнять они рассказывали все что они знают и с этим ничего не сделают если бы я знал что Иисус должен родиться в Вифлеем и есть предпослиг что уже родился я бы пошел искать его они нет это называется традиционное христианство это похоже на человека в церкви который давно в церкви уже знает всю культуру церкви знает где что привычка вошла уже неинтересно прославление проповедь неинтересно ничего неинтересно уже так привык все знаю все мне понятно признак того что это с тобой произошло это когда старые привычки которые ты победил давно начинает возбуждаться это значит ты в состоянии первосвященников и князников церковь настолько уже тебе знакома что Бог не трогает тебя вот они пропустили три метода как Бог давал откровение об Иисусе звезду ангели и Писание а те которые должны были получить информацию от Писания пропустили а те которые через ангелов и звезду не пропустили оказывается можно знать Писание быть там где о Боге все говорится и пропустить главное почему я теперь знаю даже начинают воровать внутри церкви раньше воровали потом перестали свидетельствовали Бог меня освободит воровство а теперь воруют книги во имя Господа с книжного магазина раньше если бы такое делать они бы сказали что вы прямо а теперь это с ловкостью делается возвращается и старые привычки в церкви то есть будучи они в церкви почему ходят в церковь давно знают информация есть но они с этим ничего не делают давайте встанем халлилуйя с Рождеством Христовым халлилуйя тендарь 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 Unterschiede если ты себя увидел в чем-то где-то я хочу чтобы тебе это исправил начинай это исправлять Если ты себя увидел в чем-то, где-то, начинай исправлять, начинай исправлять. Если ты себя видел, как пастух, делай дальше, все правильно, все хорошо, делай еще больше. Если ты себя видел, как люди, которые дивились, но ничего с этим не делали, просил Бога прощения и начинай делать что-то с тем, что тебе дали. Кондария, Масака, Мама Мандория, Боже, спасибо, если ты как эти мудрецы, благодари Бога, по уши делай, по уши двигайся, повышай почтение к Богу во имя Иисуса. Кондария, Масака, Мама Мандория, спасибо тебе, Господь, спасибо. Кондария, Масака, Мама Мандория, если в чем-то вдруг ты похожа на ирода, даже частично, даже в маленькой степени, хоть для хитрости. Кондария, Масака, Мама Мандория, с одной стороны добрый, пиар хороший, нужно у Бога просить прощения. Господь, я желаю, внутри, как снаружи, снаружи, как внутри, во имя Иисуса. Я хочу, чтобы внутренность совпала с тем, что снаружи, всегда, 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 всегда. Спасибо тебе, Господь. Кондария, Масака, Мама Мандория, Масака, Мама Мандория, Господь, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Сегодня мы отказываемся быть похожи на ирода. Мы отказываемся быть похожи на слушавших пастухов. Мы отказываемся быть похожи на первосвященников и на книжников во имя Иисуса. Рождество, мы принимаем решение. Мы будем как пастухи, как мудрецы, как Мария и Иосиф во всем. В 2020 году мы обещаем быть людьми действия, делающие. А главное, чтобы внутри совпало с тем, что мы делаем снаружи. Мы желаем быть искренними во всем. Дух Святой, содействуй нам в этом. И мы благодарим Тебя. Боже, пусть почтение в наших сердцах по отношению к Тебе, к Твоему Слову, нашим лидерам станет больше. Потому что не имея этого, мы не сможем достичь много. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы Тебе даем славу и честь. Спасибо за Рождество, за праздник, за рождение Твое. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Рождение Тебя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok